На днях произошло нечто очень странное. Джо Кэсс выпустили новый клип, что, впрочем, не особо удивляет. Интересно другое. Клип этот снят в коллаборации с Макпалой Сабековой. Как так вышло, что певица и актриса согласилась на такую авантюру, мы решили выяснить у неё напрямую. Это была идея ребят, это было их предложение ко мне сделать что-то совместное, такую стёбную, лёгкую песенку записать. В общем, то, что из этого получилось, вы уже можете посмотреть. Песенка под названием «Ревнивый» действительно получилась лёгкой, собственно, как и клип, где, как вы догадались, Макпал играет главную роль. А в качестве подруги, с которой её не пускает тусить парень, засветилась Айжан Байзакова. Макпал, впрочем, признаёт, отношение к такому творчеству, как Вайны, у неё было предвзятое. До этого момента я отказывалась сниматься в Вайнах, я отвергала все предложения, которые поступали, потому что я к этому немного относилась, так, ну, как-то я и Вайны, и как-то, ну, это странно чуть-чуть. Мнение своё певица поменяла после более детального ознакомления с творчеством команды «Джо Кассес». Ребята имеют опыт съёмок клипов, они снимают клипы, у них свои какие-то песенки, оказывается, есть. И вот первое, которое я услышала, это было «Зынг-зынг», и я так подумала, ну, прикольно, они делают музыку такую, да. В общем, для меня это был первый мой опыт работы с Вайнерами. Ну и как вам этот самый опыт? Мне понравилось, мне понравилось. Причём сюжет для клипа и этот самый вайб американских клипов 2000-х полностью придуман Вайнерами. Идея была ребят, это было их видение, их режиссура. Я, как приглашённый артист, посчитала, что вносить какие-то свои коррективы немножко некорректно и неудобно, поэтому я двигалась по намеченному ими плану. И да, предвосхищая нападки хейтеров, МакПал прекрасно понимает, какая аудитория по большей части посмотрит её новый вайнерский клип. Я вчера посмотрела, сколько просмотров у меня на странице, да, там, ну и вот по тизеру. И сколько просмотров у ребят, я поняла, что это всё-таки, оказывается, их аудитория больше. Ну, то есть, это молодёжь. Кстати говоря, Джо Кэсс загадочно пообещали продолжение истории, которая была показана в клипе, и гордо заявили, что у них уже готов новый трек. Что ж, будем ждать. Субтитры сделал DimaTorzok